Подведем итоги уходящего лета и настроимся после отпусков на рабочий лад. Время нашей летней рубрики у фонтана. Здравствуйте, с вами Семен Поспелов и Елена Кульбак. В эфире рубрика у фонтана. Вот и подходит к концу самое любимое время конаковцев. И сегодня мы подведем итоги уходящего лета и узнаем, ждут ли юные конаковцы 1 сентября. О каждом времени года можно говорить бесконечно долго, но именно летом мы ждем, затаив дыхание. Сколько прекрасного, удивительного и захватывающего дух происходит именно в это время. Как говорится, лето – это маленькая жизнь. Но, к сожалению, теплое время года заканчивается. Многие уже вернулись с отпусков и готовы вернуться на работу и учебу. Интересно, соскучились ли юные конаковцы по школе и готовы ли встретить новый учебный год? Я так не хочу в школу, но я только с друзьями встретиться. Ну, потому что я перехожу уже в пятый класс, там уроков много будет, домашние задания сложнее еще будет. А большая школа очень соскучилась по ней. А почему? Потому что я люблю учиться. Не хочется. Да, вообще не хочется. Хочу лет. Соскучились немного, потому что там друзья, общение и немножко по урокам, особенно по математике. Потому что я математику люблю. Да, бывает интересно, но немного не хочется, потому что опять не будет времени гулять. Опять придется... Зато встретишься с друзьями. Опять придется весь день делать уроки всякие. Я по физкультуре просто заскучился. Хочу оценки хорошие получать. Еще хочется каникулы продлить хотя бы до октября. Хочется еще поотдыхать. А я с удовольствием вспоминаю школу и подготовку к ней. Помню, как в середине августа мы всей семьей выбирали мне форму, тетрадку, дневник и прочие принадлежности. А вот вставать рано задача была не из легких. Секрет легкого перехода на школьный режим прост. Нужно лишь ложиться вовремя и не гулять допоздна. А вот как настроить свой организм на рабочий лад, давай узнаем у специалиста. Давай. Главная задача родителей в конце августа – это подготовить детей к школе. Не только в плане экипировки, но и в плане психологии. За время длительных каникул дети теряют способность быстро концентрироваться на одном занятии. Их организм настраивается на активное времяпрепровождение и забывает об уроках, книгах и партах. И 1 сентября ребятишки бегут с радостью не в школу, а на встречу с друзьями. Но проходит несколько дней, на школьников обрушивается усталость. Они уже не торопятся на занятия, их трудно поднять с постели рано утром. По мнению специалистов, так выражается синдром 1 сентября. Чтобы этого избежать, необходимо заранее подготовить организм ребенка. Первое, о чем нужно помнить – это режим дня. Ведь во время каникул родители, как правило, не следят, во сколько встает и ложится ребенок. Летом дети не всегда едят вовремя. Обычно забегают домой, когда есть свободное время. Также часто хватают фрукты и ягоды с деревьев. Поэтому тоже за 1-2 недели следует восстановить школьный режим питания. Наполнить питание ребенка различными витаминами и полезными веществами, чтобы он уже потихоньку привыкал. Конечно, не стоит ограничивать общение с друзьями. Пусть ребенок также продолжает с ними общаться. Нужно проводить больше с ним времени на улице. Последние дни каникул отведите для подготовки всего необходимого к школе. Настраивайте ребенка на хороший лад. Пусть он с удовольствием соберет в новый портфель принадлежности. Еще раз примерит новую школьную форму. Накануне можно пойти на экскурсию в зоопарк или музей. И ваш малыш еще больше будет торопиться в школу, чтобы поделиться свежими впечатлениями с друзьями. Как отмечают специалисты, приятным бонусом будет, если родители приготовят небольшой подарок ко дню знаний. Так его учебный год начнется на позитиве, и ему будет в радость учиться и стараться. Как подготовить ребенка к школе, более-менее понятно. Но а как быть взрослым? Ведь настроиться на рабочий лад после отпуска может быть очень сложно. И не говори. Хочется лежать, спать, есть фрукты, валяться на пляже. Давай спросим наших горожан, как быстро прийти в форму после отпуска и чем им запомнилось лето 2017 года. Холодно было, тепла было мало. Вот этим оно, наверное, и запомнилось. А дождем? Только дожди запомнились. Дождливое, плохое лето, честно. Дай бог, может, бабе лето будет хорошее. На самом деле у меня было тяжелое лето. Это диплом, подготовка к диплому, сдача диплома. Только что выдохнула, можно сказать. И наслаждаюсь каждый день. Наверное, тем, что я в этом году себя чувствовала неплохо в течение лета. Подругам на дачу ездила. В общем-то, мне и погода-то особо не смутила. Не нравится, когда вообще идет лето. Мне бы хотелось, чтобы лето у нас было всегда, как грец. Погода все перебивает. Хорошие впечатления все перебивает. Не могу ничего вспомнить. Это первое лето, которое мы провели на даче с ребенком здесь. Ездили на Волгу, купались, гуляли в городе. Кстати говоря, очень нам запомнился вертолетные гонки. Мы ездили на аэродром. Было очень здорово, детям очень понравилось. Мы каждое лето здесь. Любим Конокол очень. Что ж, я думаю, что осенними холодными вечерами коноколцы будут вспоминать такое прекрасное летнее время. Да и не стоит забывать, что нас ждет еще теплое бабье лето. С вами был Семен Поспелов. И Елена Кульбак. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин